добрый день дорогие друзья прошли сутки после нашей посадки малышей 2 закрыт 2 в классическую систему два подростка и один закрытый пришло время их полить поливать я буду очень вкусненьким коктейлем для орхидеи аминосил для снятия стресса и также для снятия стресса я возьму циркон он идет как и симулятор роста особенно корешков что совсем не повредит нашим орхидеям и так начнем здесь у меня заготовлен литр водички на литр водички мы берем 2 с половиной два с половиной миллилитра аминосила вот у меня вот такой два с половиной миллилитра аминосила и на литр воды мы также в этот коктейль добавим 4 капли циркона раз два три четыре цирконом надо быть очень аккуратный потому что если его сделать больше добавить больше в растение тон ведет к образованию сухости корней все хорошенько перемешаем видите появляется такая своеобразная пена на поверхности это значит циркон добавлю и теперь будем поливать наши пересаженные растюшки это закрытая система первый закрытая система первый полив микекрон поэтому поливать я буду полностью замачиванием то есть буду заливать скляночку нашу до верха не буду поднимать что было удобно так как растюшка маленькая мне удобнее поливать груши аминосил у нас антистрессовый препарат также он с кучей витаминчиков снимет стресс пересадки вот видите залила полную теперь приступаем к классической системе здесь горшочки побольше можно полить из кувшинчика заливаем на две трети ну или тут сколько нам позволит вот этот внешний горшочек в котором поставлены растения вот так водичка поднимается видите вот а нам нужно полностью залить данный коктейль должен снять стресс после пересадки наших растюх а также стимулировать растения к росту корешков так я хочу сейчас блюдце заменить на более высокую емкость чтобы погрузить горшочек замачиванием вот я нашла мерный стаканчик ставлю туда горшочек и поливаем его на две трети вернее не поливаем и заливаем так смотрим вот у нас получилось вот так ну пока растюшки наши будут стоять пить мы как сказки вернемся в день назад когда мы делали пересадки вот этих двух растений и посмотрим эти пересадочки а потом опять вернемся на день вперед вот такие у нас чудеса бывают видео следующая наша красавица это blackface вот такая сейчас мы ее достанем вот уже корешки видите лезут наружу просится вот корешки все у нее пошли в рост сейчас мы достанем от этой баночки и сделаем ей посадочку без фанатизма никуда не торопимся освобождаем от пуха в этой орхидеки состояние корней лучше но все равно вот и поскольку это припудрю корицей это предотвратит гниль и вообще где что мне не нравится я припудрю корицей вот так и будем сажать я примерила орхидею в баночку мне кажется она тут маловато для этого закрытая система поэтому мной принято решение пересадить ее в 12 стандартный горшочек классическую систему на дурочка сыпем керамзит здесь у меня керамзит с афлорой вот так сверху немножко коры вначале положим мок это у нас классическая система мок располагаем по стеночкам горшка по стеночкам на дно кладем вот такую крупную кору ну что есть выбираем эту покрупнее вот такую и выкладываем ее на дно присаживаем орхидею все корешки прячем горшочек распределяем корешки по ширине горшочка чтобы нам видеть краешки да вот здесь вот еще листик я не обратила ваше внимание платочный мы его удаляем теперь помещаем горшочек и засыпаем сверху мелкой коры напоминаю что у меня смесь приготовлена кора мох резаный и кукачицы простукиваем чтобы все поглубже провалилось добавляем циафлору 2 ложки простучим чтобы циафлора провалилась и смешалась вместе с брунтом вот была циафлора или нет циафлора добавим немножко мха потому что у нас тут много коры и для поднятия водички берем шпатель и шпателем прокладываем дорожки из мха вот так а чтобы легче делалось вот так вот деформируем немножко глашочек и в образовавшуюся пустоту прокладываем мок мок прокладываем там где нет корешков где не видно корешков вот смотрите вот у меня мок вот у меня мок вот у меня мок мха достаточно добавляем еще немножко коры и закрываем и запечатываем нашу посадочку мхом вот так это испарение уменьшит сохранит большую влагу я беру для этой цели вот такой длинный мух прокладываю по самым краешкам горшка освобождая для доступа воздуха шейку орхидея шейка орхидея у нас свободна для воздуха вот такая у нас получилась посадочка есть свободные карманы для воздуха видны корешки видны дорожки мха поливать я буду орхидею как все свои орхидеи теперь у нас осталась вот эта орхидея фанг мэй свит она у нас была самая большая вот такая смотрите какие здесь на донышке корешки у нас все пошли в рост самое время ее пересадить также я сейчас ее завожу от мха и снова покричусь к вам вот я ее освободила от мха и здесь немножко есть чернота я сейчас возьму кусачки и подрежу это а потом припудрю корицей надеюсь вам видно ну вот видите какая у нее большая корневая система теперь подберем под нее горшочек и посадим вот я взяла обыкновенный горшочек 12 и сделаем обыкновенную классическую посадочку как и предыдущую орхидею поэтому показывать одно и то уже не интересно я подключусь когда уже будет готова посадочка вот такая у меня получилась посадочка вот здесь видны корешки вот маховое гнездышко здесь кора мелкая здесь также маховой на дне керамзит посадка легкая воздушная думаю орхидеи она понравится поливать я как и все свои орхидеи буду замачиванием для вас пролетела секунда а у нас прошло полчаса и теперь мы сливаем весь раствор с наших орхидей закрытая система мы придерживаем вот здесь пальчиком и сливаем вот всю водичку слили и теперь ставим нашу орхочку расти и наращивать корешочки Микки Кроун вот у него корешок виден он сейчас темненький остальные их еще не видно с этими орхидейками все просто мы просто поднимаем и водичка вся стекает в поддончик и с поддончиком мы все выливаем опять ставим в поддончик и отправляем орхидею на место аналогично поступаем с этой поднимаем орхидейку вся водичка стекает повторно я воду из под орхидеи не использую если только в другие цветы а в орхидее нет потому что неизвестно какая болячка может быть дремлет в орхидее можно заразить этой болячкой всю остальную коллекцию орхидей поэтому воду я всегда выливаю беру ее тарелочку и ставлю эти орхидейки пойдут на место ну а теперь друзья хочу вам пожелать всего доброго до новых встреч на каналах нашего видео берегите себя берегите своих близких пока пока ваша Лёка берегите себя берегите себя Продолжение следует...